Я очень давно уже выбрала для себя перформанс как основную форму выражения. Это происходило где-то в середине 90-х годов, когда я еще была начинающим молодым художником и искала еще вот это медиа, которое станет для меня основным. Я училась в Швейцарии в школе современного искусства. Там есть такая школа FNTF Art and Median School. И, собственно, я туда поехала специально, у меня была такая потребность, я уехала из России для того, чтобы мне нужна была информация о современном искусстве. Мне казалось, что ее здесь мало, но тогда действительно ее практически не было. Я чувствовала вот эту потребность в образовании, в современном образовании. Ну и, собственно, там я стала его получать. И я экспериментировала с разными совершенно медиа. Я занималась видео, фотографией. Мой художественный бэкграунд – это Суриковский институт, то есть как бы картина традиционная, классическая. И меня интересовало и кино, экспериментальное, и театр танцевальный. Я занималась какое-то время даже современным танцем. В какой-то момент вот все сошлось в перформансе. То есть когда к нам приехал такой Борис Неслони, это, в общем-то, классик немецкого модернистского перформанса, он меня вот сразу покорил. То есть я сделала первый в жизни свой перформанс на его занятии и поняла, что это мое. Именно в перформансе слились в тот момент все мои художественные чаяния, интенции, поиски, эксперименты, так как это удивительно синтетический жанр. И еще последующая немаловажная причина, что он требует, в общем-то, небольшого времени на подготовку, небольшого бюджета сравнительно с другими, со скульптурой, с видео, по сравнению с другими средствами художественного выражения. И что немаловажно, тело, которое всегда при тебе, ты его можешь в любой момент активировать, в общем-то, сделать очень быстрый перформанс в любой ситуации, в любом контексте, в любой стране. И поскольку я много путешествовала и вообще жила на протяжении 15 лет намаловической жизнью, то для меня это было действительно единственное такое вот наиболее актуальное и эффективное средство выражения себя. Я считаю наиболее ярким своим перформансом, который, и он вошел действительно уже в историю, если так нескромно про себя говорить, да, это перформансы вальс, безусловно, потому что как-то вот так все сошлось в нем, да, и обстоятельства какой-то моей личной жизни, и тот надрыв, которым я его делала, да, который просто невозможно повторить уже в другое время. Этот образ, который был создан, да, образ, образ восточноевропейской русской женщины, которая на себя как бы спроецировала все возможные клише об этой женщине. Вот, и эта работа, она затрагивает массу каких-то архетипических пластов. Здесь я создала что-то выходящее за рамки не просто обыденной жизни, но вообще за рамки каких-то... Я вышла за рамки каких-то своих, может быть, даже внутренних возможностей. В какой-то момент, там, на протяжении 6-8 лет я эксплуатировала образ такой... Такой жертвы, образ, может быть, страдальческий образ, отдающий очень много. Как бы, естественно, что долго на таком коньке не проедешь, потому что это очень саморазрушительная позиция. И ты приходишь в какой-то момент вот к концу ее, да, то есть ты видишь, что вот дальше уже, ну, дальше уже некуда. Ну, как сказал еще Алан Кайпроу, он прекратил заниматься в какой-то момент перформансом, потому что сказал, что от меня люди ждут каскадерских трюков. Вот, и мне очень понятно это. То есть когда ты идешь по пути риска, преодоления границ, каких-то экспериментов с собственным телом, действительно от тебя начинают ждать с каждым разом все большего и большего саморазрушения. И это уже напоминает какие-то цирковые аттракционы. И я решила закончить эту линию, потому что она себя исчерпала. И вот следующей этапной работой я бы назвала работу «Равенство», которую я провела сначала в Париже, потом в Москве. В Москве более удачная, потому что, опять же, в Париже она проходила в художественном пространстве, в музейном, галерейном таком. А в Москве она проходила напротив Кремля. И вот эта вот идея, опять же, блестящая, она вступила в взаимодействие с социальным контекстом и получилось очень здорово. То есть здесь вот есть две составляющие идеи. интересное, то есть равенство, которое вот, это перформанс, где люди стоят на табуретках, и люди разного рода, разного роста, пола, социального положения и возраста. То есть разные абсолютно люди стоят на табуретках, где ножки подрезаны таким образом, что их макушки образовывают прямую линию. Вот, считаю, эту важную, важную, важную своей работой. Ну, конечно же, граница существует. Ну, конечно же, она есть. И как бы художник – это не маньяк, которому дозволено убивать безнаказанно. То есть есть границы, безусловно, которые, прежде всего, ну, они как бы обозначены нашим законодательством, они обозначены этикой и принятыми в обществе нормами, а также совестью художника самого. То есть это как бы обоюдный такой процесс, это консенсус между вот этими всеми обозначенными границами. И очень интересно, художник может на них как-то их балансировать, на них, на этих границах, как-то подбираться к ним, щекотать их. Но когда он заходит слишком далеко, оказывается, что это уже некий предел, который может разрушить на самом деле художественное высказывание. То есть этот предел, его нужно очень внимательно чувствовать и ни в коем мере за него не переходить, не разрушать. Иначе таким образом ты просто разрушишь само искусство. Ну, оно имеет огромное, конечно, значение, потому что остаётся только это, да. И у меня, ну, где-то 40 видеофильмов существует. Это где-то третья часть того, что я сделала, потому что всё остальное – это плохая документация, я её даже не монтирую. Вот, остаётся документация, перформанс не остаётся. Поэтому для меня, конечно, это очень важно, но у меня всегда случайно получается хорошая документация. То есть запрограммировать хорошую документацию невозможно. Кого бы ты не пригласил, там, хорошего оператора, вроде бы приглашаешь, а он делает очень плохо, да. Даёшь руки случайному человеку – получается гениально. Поэтому я до сих пор так и не поняла, вот как срежиссировать хорошую документацию. То есть это химия, которая происходит в процессе, и здесь лучше всего отдаваться собственной интуиции. Если говорить о России, то как бы налицо, конечно, колоссальное изменение. То есть теперь все знают, что такое перформанс. Раньше этого не было. Это ещё стало модно. Поэтому перформанс действительно становится, по словам Голберг, самым важным, ключевым искусством нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИТО 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА